Глава личного подсобного хозяйства деревни Утяжкина Геннадий Маленков уже 10 лет занимается разведением крупного рогатого скота. Начинал с малого. Первым опытом начинающего фермера стали козы, но быстро понял, что заниматься коровами и быками выгоднее. Был дом в деревне, мама проживала. И перебрался, постепенно начал заниматься. Сначала одна корова появилась, потом вторая, потом бычки свои. Вот так и так постепенно в течение 10 лет занимаемся. Сейчас хозяйство успешно работает. От 8 коров и 20 бычков получают мясо, молоко, творог, сметану продают на рынке. Главам поселения рассказали о программах, которые работают для поддержки фермеров и призвали развивать эту деятельность в своих поселениях. На семинаре в деревне Утяжкино Светлоозерского сельского поселения участникам показали так же, как здесь сохраняют память о своих героях. Несмотря на то, что деревня небольшая и живут всего 40 жителей, здесь следят за памятником героям войны и изучают историю села. Наша деревня гордится своими героями. Наш бессмертный полк, который встал около памятника, вечная слава им. Участники семинара посетили местный фельдшерско-акушерский пункт, который ожил благодаря новому направлению. Сейчас в селах появились помощники фельдшеров, что существенно повысило качество медпомощи на селе. Спасибо здравоохранению, что такой вариант придумали, что обучение краткосрочное прошло. Вот без медика сидели, нашли ее, обучение прошло и начала, вот так вот с ноября, да? В октября месяца. В октября месяца начала работать. Сначала полставки работала, сейчас уже на полную ставку. Ознакомления с работой местного детского сада и школы также вошли в программу семинара. В актовом зале основной школы было представлено выступление школьников, там же осмотрели компьютерный кабинет и детский сад. А я буду петь, чтоб укрыла, сберегла, парня моя сеть. А местный дом культуры сейчас не пустует, даже если нет концертов. С ноября прошлого года здесь предоставлено помещение волонтерам, которые помогают участникам специальной военной операции. Здесь открыт филиал Зайенской группы «Масксети Зайенск с вами». С ноября месяца мы сплели общими усилиями 93 сети. Вот наша помощь, что мы оказываем. С декабря месяца мы начали заливать окопные свечи также нашим бойцам. Деньги собираем на парафин всем селом. Пленарное заседание открыл глава района Разив Каримов. Был сделан анализ деятельности сельских поселений за 4 месяца этого года. Подводя итоги, глава района призвал глав сельских поселений активизировать работу по всем направлениям. Елена Маврина, Александр Тимофеев, Максим Майоров. Новости Зайенска.